Все, итак, доброе утро, мы продолжаем изучать Пертьевод, и сегодня у нас вторая глава, 18-я Мишна, и сказал нам ее Раби Шимон Бен-Натанель, который был Ирехейт, он боялся греха, и он был, путь его к Богу был Аруэйт Аналат, он все время смотрел, был такой вдумчивый, смотрел, что от чего рождается, и путь его, как он считал, что, что человека удаляет от Бога, это взятое обещание АЛУВЭВЭЛОМИШАЛЕМ, взятое обещание, которое человек не выполняет, и он был такой, видно, очень осторожный, вот он сказал три своих совета, три своих напутствия, выразил свой подход в Торе, он выразил следующим образом, первое, что он сказал, АВЭЗАИР БЕКРИЯТШМА УБЭТФИЛА, Будь осторожен, он сказал, в КРИЯТШМА и в молитве, значит, почему именно КРИЯТШМА и молитва, я не знаю, то есть КРИЯТШМА, это, можно сказать, самая частая заповедь истории, которую мы делаем, то есть два раза в день мужчины, все мужчины обязаны сказать КРИЯТШМА, когда сказать, ложась и вставая, значит, вечером, когда вышли звезды, начинается время чтения АШМА, и утром, когда с восхода солнца начинается время чтения АШМА, и заканчивается время чтения АШМА, это три часа от восхода солнца. Теперь, вот, например, сегодня это было, есть время по вот этому вот времени, когда заканчивается время чтения АШМА, есть спор, есть Маген Авраам, он считает это попозже, пораньше, пораньше, и АГРО, Виленский ГАОН попозже, там есть между ними разница. Но в любом случае, как бы понятно, три часа от восхода солнца, граница, все. И поэтому лучше всего ШМА сказать... И это все три часа, не наш. Ну-ка, разница, ну плюс-минус там, три часа, да. Ну, а и вечером, это с момента выхода звезд, до полуночи, мудрецы сказали, да? Ну, лучше, если Митцва пришла в твою руку, ее не надо заквашивать, то есть лучше делать сразу, вот, пришло время, и надо сделать. Проснулся, значит, надо сразу быстрее сказать ШМА, чтобы не пропустить это время. Но многие к этому относятся попустительски, да? То есть, замыленные глаза. То есть, ты делаешь заповеди, делаешь заповеди, и в конце концов перестаешь понимать вообще, что это заповеди. И можно даже забыть, что это заповедь. Просто на автомате делаешь себе ШМА, сказал, помолился там, и это самое... И человек вообще, ну, он даже и не вникает, что с ним происходит. Так сказал Раби Шиман Бен Атанель, будь осторожен в Криятшма и в молитве. То есть, первое объяснение, не пропускай время, когда это надо делать. Второе объяснение, это... делай это с намерением, с кованой, с собранностью. Есть пять, как... есть пять Раб Пикус это сказал, есть пять этапов в выполнении любой Митцвы. Первое, это до Митцвы сказать, что ты собираешься ее выполнить, да? Значит, это, например, вот перед Криятшма и вообще перед молитвой. Там есть такие слова, когда начинаешь готовиться к молитве перед Баруши Амар. Там есть в Сидурах такие строчки, мелодика обычная написана. А Рейни Муханна Мизуман, вот я подготовленный и собранный выполнить заповедь для того, чтобы виднить знания о Боге с его присутствием. То есть, это ты вначале должен сказать, настроиться на то, что ты сейчас будешь делать. Потом ты делаешь, когда ты молишься, ты должен быть в мысли, в том, что ты делаешь, в самой заповеди. То есть, ты молишься, ты в это время реально должен думать о том, что ты делаешь, а не о чем-то другом. Третье, ты должен понимать твоя цель. Какая твоя цель? То есть, если ты сказал перед Митцвой, что я это делаю для того, чтобы объединить знания о Боге, чтобы объединить Бога с его шихиной, с собой и так далее, есть разные уровни каванод, намерения. Отлично, у тебя уже есть четкая цель. Бывает, у тебя цель, вот я молюсь, чтобы Бог не дал заслугу этого прекрасный день или успех в этом конкретном деле. Можно помолиться, чтобы приблизиться к Богу, можно помолиться, чтобы... То есть, должно быть какое-то намерение, куда ты двигаешься с этой своей молитвой или с этой заповедью. И дальше, последняя, пятая составляющая молитвы, это радость. Радость от заповеди. Это Аризм сказал, что все его постижения в Торе были потому, что он после каждой Митцвы радовался. То есть, он понимал, есть известная история, как Капецхаем объяснял, почему он вообще радостный такой все время был, и почему в заповеди это так радостно. Он говорит, вот жили рядом, один богатый был человек, а второй бедный. И у этого бедного была большая семья, не было денег в доме, вообще не было, очень бедно он жил. И тут как-то он верил, этот бедный, он всегда верил, что в жизни все может измениться в одну секунду. Как есть в Мишле такой пособ, что Ашер вираш, Ниргешу, бедные с богатым встретились, Атсе кулям Ашерну, что все делает Бог. То есть, здесь жизнь как колесо, встретились богатые, бедные, сегодня один наверху, завтра другой наверху. Я помню, я когда приехал в Киев преподавателем, и у меня не было общения, мы были очень, ну, очень бедно жили. И я пришел в гости к одному, это 11 лет назад, я пришел в гости к одному-то на то время, одному из самых таких богатых, успешных бизнесменов Киева, Игрей тоже, и пришел к нему домой, и он говорит, вот, а он очень богато жил, там все, и он говорит, вот, говорит, ты же бедный, а я богатый. И жена его на него еще так набилась, говорит, ты не можешь так говорить, прям, ну, реально. И потом, прошло время, прошло время, слава богу, сейчас там я хорошо зарабатываю, и все, а у него наоборот, пошло все под откос, и у него реально, вот, но я знаю, что все, жизнь как колесо, все может подняться, вернуться, но тут главное в это верить, потому что, если ты сам не хочешь, а не веришь, это значит, не хочешь, ну, например, быть богатым, то вряд ли ты станешь. То есть, здесь есть очень простая такая вещь, путь, по которому человек хочет вести, идти, его ведут с неба. Если у тебя нет намерения, а у человека бывает, он не верит, он думает, это нереально стать богатым, да? Я всегда знал, что можно стать богатым, хотел стать богатым, и хотел зарабатывать деньги, я знал, что для бога нет проблем. То есть, ты должен захотеть, в какой-то момент он тебя может поднять, можешь ты потом и опуститься, но если ты хочешь, то ты можешь потом в следующий раз подняться. Так, сейчас, к чему я про это вспомнил, эту историю? Про радость. Да, и этот бедный, он был очень, он был по жизни такой радостный, но очень бедный. И он покупал себе лотерейный билет, он считал, что этого усилия достаточно, чтобы выиграть, ну, то есть, если Бог захочет, так ему и чеки-то лотерейный билет придут деньги. И вот как-то, а богатый этот, он много работал, там, трудился, он все, и вот был рядом, жил богатый. И тут как-то он вечером слышит, в доме у бедного, радость, прыжки, там вообще все орут, отчасти, все. Он думает, что у них такое произошло? Приходит к ним и говорит, о чем вы так рады, что случилось? А этот говорит, вот знаешь, я же всегда верил, что я могу стать богатым. И я верил. И вот я выиграл в лотерее, вот я как раз прочитал, что мой билетик лотерейный выиграл сейчас миллион рублей. Тот ему говорит, богатый, так подожди, я не понимаю, у тебя же сейчас в жизни ничего же не изменилось? То есть у тебя как не было еды, так и нету, денег как не было, так и нету. Ничего нету. Есть бумажка, на которой номер, и написано, что по этому номеру ты потом, через год там получишь деньги. Но сейчас-то, что ты радуешься, у тебя сейчас же ничего не изменилось? А этот говорит, так что значит ничего не изменилось? Я уже знаю, что у меня через год будут деньги. Так когда человек верующий выполняет митцву, он знает, что за эту митцву он получит удовольствие, что всех удовольствий этого мира не хватит, чтобы сравниться с удовольствием, которое человек получает в Алама Баб в грядущем мире, как награду за одну митцву. И он в это верит. И он когда делает митцву, он так радуется, что вот я сделал митцву. Вот пять этапов в выполнении митцвы. Теперь выполнить Криаджмай или молитву, это элементарно. То есть человек молится три раза в день. Вы помните, перечислили только два дня. Пять я уже сказал. Сказать до этого, сделать действие. Во время действия думать о том, что ты делаешь, что ты выполняешь митцву, быть сосредоточенным. Четвертое, это намерение, ради чего ты это делаешь. Цель, ради которой ты делаешь митцву. Приблиться к Богу или получить награду, или еще что-то. Но ты должен куда-то ее, эту митцву, направить. И пятое, это радость от выполнения митцвы. Пять этапов. После того, как ты выполнил, нужна радость. Так сказал Ралишиман Бен Натанель. Он сказал так в 18-мешне. Будь осторожен в Криаджма и в Тфиле. То есть, когда ты говоришь Маэстро Эль, и когда ты молишься, будь осторожен. По времени. Я так понимаю, что осторожен, это сосредоточен на том, что ты делаешь. Дальше. Не делай свою молитву постоянно, имеется в виду однообразно. Есть люди, бу-бу-бу-бу-бу, помолился. Бу-бу-бу-бу, помолился. Он говорит, не делай так. То есть, ты каждый раз должен просить милосердия и взмаливаться перед Богом. Здесь есть такая вещь, что Бог, он любит, ну, чтобы, как бы, цель мира, чтобы человек приблизился к Богу. Теперь, как человек может приблизиться к Богу? Через молитву. Это через изучение Тора. Сейчас мы изучаем, что Бог от нас хочет и так далее. В этот момент мы прикрепляемся к Богу, так как мы о нем думаем. И через молитву. Теперь молится человек очень хорошо, когда его жареный петух клюнул. То есть, его жареный петух клюнул, и он прямо плачет. Все, Господи, только спаси, только верни мне, как было, буду сам вообще. Только верни, не дай Бог, болезнь, какая-то неприятность. Так молишься, что просто. Теперь говорит нам Раби Шимон Бен Атанель. Не вынуждай Бога сделать тебе условия, при которых тебе придется плакать, молиться и молиться от всего сердца. Молись от всего сердца и сам. Как это сделать? Здесь два варианта. Или ты должен просить что-то у Бога, чего у тебя нет. И чувствовать свое страдание. Значит, здесь, или же у тебя есть реальное страдание. Значит, как можно себе создать страдание? Можно себе создать страдание, сказав, что мне не додали. То есть, реально, мне не додали. Мне не хватает миллиард долларов, у тебя огромный разрыв между тем, что у тебя есть. Ну, опять же, тут надо понимать, что Тора, это несколько, как бы, очень много векторов разных законов, правил. Первое правило, нужно быть радостным, быть благодарным своему делу. Быть благодарным, радостным. Леодот, лекадожьего руку, благодарить его постоянно. Это первое правило. Второе правило, ты должен все равно его о чем-то просить. Молитва состоит из трех частей. Прославление Всевышнего, просьба и благодарность. Три вещи. Прославление, просьба, благодарность. Поэтому, благодарность, все, что есть, отлично. Но у тебя должна быть какая-то просьба. Потому что, если у тебя нет просьбы, это не будет молитва от всего сердца. А он говорит, когда ты молишься, не делай свою молитву у Кева, такой, ну, как бы, рутинной, постоянной. А только. Ты должен что-то у него обязательно просить у Бога. И Бог хочет тебе дать. Есть такой списатель Пелевин, Эктор Пелевин. Он там пытается понять, как Бог работает, как он управляет миром. И он такой, исследователи, имбирическим путем он идет, вот методом тык. Изучает, ищет Путин. И он все ближе, ближе, все он ходит вокруг иудаизма. Он же там последние лет 5-10 он ходит вокруг иудаизма. И все больше в его книгах, вот, истории. И он, значит, там есть у него один момент, как Бог, он спрашивает там людей, что вам надо. Один говорит, на все воля Божья. Второй говорит, как ты, все, что ты дашь, все, я согласен. Третий, там, все, я согласен. Четвертый говорит, а я хочу 3 миллиона рублей, и Мария Ивановна, чтобы приехала в Баден-Баден. И Бог, по его, как бы, версии, он ему говорит, вот, единственное, говорит, нормально. Я вас создал хотящими, я вас создал просящими, я вас создал, я вам хочу давать только. Я хочу, чтобы вы обратились, а я уже вам давал, не давал. А вы тут сидите на все воле Божьей. Он говорит, вы хотите на меня сбросить даже, чтобы я за вас хотел. Такого нет. Значит, и это то же самое сказал, что Раби Шиман Бен-Натанель. Он сказал, Не делать свою молитву рутиной, а только То есть, ты должен взмолиться, о чем-то попросить его. Шенеймар, как сказано, Тиханун Варахуму, что Бог, он, Тиханун Варахум, он отвечает молящему, да, он милосердный. Эра Капаем Варахесет, он долго терпеливо, он, даже если ты там нарушаешь его волю, он все равно долго терпеливый. Варахесет, у него очень много милосердия, просто бесплатного, вот этого милосердия, которое, ну, ничем не обоснованное милосердие, Бог милосердный. Венихема Аляраа, и он даже сжаливается на зло, которое люди делают. То есть, это как бы, мы знаем, это характеристика Бога такая, да, и, значит, исходя из этого, мы должны у него просить, должны. Как это сделать? Я благодарен за то, что есть, я прошу. Теперь просить вещи материальные, тоже надо, все от Бога, да, но самое главное, это духовный рост, то есть, это тоже работа, это именно работа, и когда ты просишь у Бога, чтобы Он открыл тебе тайну, чтобы Он тебе пооткрыл, как приблизил к себе и так далее, то есть, это все надо просить у Бога, должны быть цели у человека, да, во всем должны быть цели. Мне кажется, очень хорошее средство действия, что мы учили раньше, живи каждый день, как последний, тогда молитва становится очень концентрированной. Очень, да, тоже это один из способов усилить вот эту вот просьбу. Значит, и последнее, что он посоветовал, «Раби Шимон Бен-Атанель, в Альтии Рашаби Фнец Меха, и не будь злодеем перед собой». Значит, так как он такой, боится греха, про него сказал Рабан Йохан Бен-Закай, и так как он боится очень согрешить, то когда человек боится согрешить, он на себя очень смотрит, очень пристально изучает себя, и, естественно, он находит в себе несовершенство, человек несовершенен. Когда человек находит в себе несовершенство и сосредотачивается на нем, то у него наступает отчаивание и депрессия, и он сказал, «Не будь злодеем в своих глазах», то есть, «Будь попроще». До этого мы знаем Раби Шобе Прахи, он сказал, «Ва вы данет коле адам лекарств худ», что ты должен всех людей судить лекарств худ. Так ты и себя должен судить лекарств худ. То есть, не быть злодеем в своих глазах, это судить себя с хорошей стороны, и когда ты в таком позитивном настрое, двигаться в сторону улучшения. То есть, любую ситуацию можно оценить так. Можно сказать, вот это вот, то, что сейчас происходит, это плохо, а я хочу, чтобы было нормально, и двигаться в рост в сторону нормы. Можно сказать, нет, то, что сейчас со мной происходит, это нормально, но я хочу двигаться в сторону лучше. И у тебя другое совсем отношение. То есть, ты или себя считаешь злодеем, который должен стать нормальным, или ты себя считаешь нормальным, который должен стать садником. Значит, что такое норма, это очень растяжимое понятие. То есть, и вообще все оценочные категории, они очень растяжимые, есть очень классный опыт, который показывает, насколько система оценок, она субъективна. Если взять три ведра воды, одно комнатная температура, одно горячее, одно холодное, опустить руки вначале в горячую, а тут в холодную, очень холодную воду, а потом обе руки опустить в комнатную температуру. Окажется, что та рука, которая была в горячем, будет ее чувствовать как холодную. Та, которая была в холодном, будет ее чувствовать как горячую. Хотя они рядом будут, но они будут абсолютно по-разному воспринимать температуру воды. Поэтому, что сказал он нам Рабишиман Беннатанель? Значит, будь осторожен, Криадшмат вела. То есть это две главные вещи, по его мнению, было. В которой, если ты их делаешь осознанно и намеренно, то оно тебя поднимает, как на лифте. Второе, он сказал, пусть будет твоя молитва все время, ты через молитву можешь все от Бога получить. Только нужно, чтобы это была не рутина, а от всего сердца. И третье, что он сказал, не будь злодеем в своих глазах, не считай, что ты недостоин. Бог тебя любит, Бог вытащит тебя из любой ситуации, как уже делал это миллионы, миллиарды раз. И значит, все будет великолепно. Шаббат шалом.